Вот там у них гнездо. Они где-то там и здесь уже выскакивали вчера, везде, здесь. И там, и там, и там, и там, все вокруг помойки бегло. О том, что в их дворе живет крысиная армия, жители деревянной двухэтажки узнали в минувшие выходные. Вынос мусора для одного из жильцов закончился шоком, а мог бы большой бедой. У меня муж в субботу пошел выносить помойку, и там их кишит тьма. Их там они вот от такой и вот от такой сидят. Жильцы оперативно сообщили о ЧП в надзорные органы. Санэпидстанцию и Роспотребнадзор. Представитель компании ДЭС ДЕЛА выехал на место и провел химическую обработку бывшей выгребной ямы. Эффективность метода жители оценили. Около полусотни мертвых крыс они обнаружили на следующий день на своей дворовой территории. Местная детвора такого нелицеприятного зрелища ничуть не боится. Серьезной ситуации в силу своего возраста они пока не понимают. Крыс не боимся. Почему вы не боитесь? Потому что мы родились год крысы. Я обычная крыса. Я огненная. Как нам сообщили в Роспотребнадзоре, по правилам дератизации, после обработки необходимо выждать сутки. После чего сотрудники компании ДЭС ДЕЛА должны были выйти на место и убрать мертвых грызунов. Но они этого не сделали. Надзорные органы ежегодно отслеживают ситуацию с грызунами в Котласе. Каждый год в апреле-май отловленные экземпляры отправляются на исследования в Архангельскую лабораторию, чтобы исключить наличие опасных заболеваний, передающихся от грызунов человеку. Эта ситуация мы держим под контролем и постоянно проводится учет на грызунов. Полевые площадки ставятся и договоры. Управляющие компании и все организации должны заключать договоры с специализированной организацией по проведению гератизационных работ. Чтобы нашествие крыс на Ленина-202 не повторилось, необходимо как можно скорее ликвидировать основную проблему. Старую выгребную яму. Попытки жильцов заделать ее самостоятельно, должного эффекта не дали. Мусор сюда продолжают валить все, кому не лень. Хотя рядом стоит контейнерная площадка. У нас раньше была выгребная яма. Когда квартиры были неблагоустроенные, мы выливали сюда отходы. Потом у нас начали, когда мы провели все дома канализацию, сами проводили канализацию, мы сами засыпали тут досками и всем, вот тут она выгребная яма была. Мы засыпали выгребную яму и нам просто сделали вот этот деревянный контейнер. Как выяснилось, деревянный дом номер 202 по улице Ленина уже два года без хозяина. Его не берет на обслуживание ни одна из управляющих компаний Котласа. По распоряжению администрации вывоз твердых бытовых отходов с контейнерной площадки ежедневно осуществляет УК «Жилфонд Плюс». Они же отвечают за аварийное обслуживание дома, но не более. А значит, это и другие проблемы, которых полно в деревянной двухэтажке, жильцам придется решать самостоятельно. Я иду.